Если вы спросите, чем же занимаются владельцы тур в дождливую погоду, то они все как один проверяют, на месте ли их полуоси. Ну да, есть небольшой люк, он намного меньше, чем был до того, как я проклеил гайку, и возможно, виною всему дешевые ступичные подшипники, потому что на момент покупки других подшипников в наличии не было. Вроде нормальная фирма, но возможно, как меня и пугали, то подшипники реально прожили пару месяцев. Самое главное, что гайка на своем месте, то есть центральная ступичная гайка, а это значит, что пофиг на подшипники, можно наваливать. Ну да, с этой стороны дела намного лучше, тут абсолютно нету никакого люфта. Возможно, конечно, да, как я и говорил, то подшипник с правой стороны просто-напросто сказал до свидания. Знаете, почему я люблю турбо? Смотрите сюда. Ничего не замечаете? У меня просто-напросто сломало стабилизатор. Что у нас с другой стороны? Прекрасно. С другой стороны у меня также сломан стабилизатор. Поздравляю. Турбо, ты снова выкачиваешь бабки. Прикупил стойки стабилизатора фирмы Delphi. Обошлись они 14 евро за пару. Можно было немного сэкономить, взять стойки стабилизатора другой фирмы. Пришлось бы ждать примерно 2-3 рабочих дня. И в таком случае стойки обошлись бы примерно десяточку. Сразу же скажу, стойки стабилизатора не от пятикрузера. Они подходят на Ford Focus первого поколения. Причем подходят назад. Ну и также они, по-моему, подходят на Mitsubishi Kolt. Не знаю, тут ничего не написано. По слухам старых крузоводов, эти стойки служат намного дольше. Сейчас я переодеваюсь, залезаю в яму. Ну и покажу, в чем же разница. Привет из ямы. Вот мои замечательные стойки. А точнее то, что от них осталось. Я смотрю, что для того, чтобы поменять стойку с левой стороны, мне придется перепарковать машину, потому что у меня узкая яма. Но сейчас вытащим остаток, и я покажу вам, в чем же разница. Слава богу, я не повредил пыльник. Да, пыльники у меня целые. Так, где моя стойка? Ну вот, уже успел потерять. Так, один кусок. И сейчас попробуем вытащить, если мне удастся, второй кусок стойки. Немного повозился, но все-таки достал. Так, остатки стойки стабилизатора от пятикрузера. И, как я обещал, давайте покажу, в чем же разница. Так, быстренько вскрываемся. На пятикрузере стойка стабилизатора состоит из длинного болта. В моем случае он уже естественным путем укорочен. И из четырех резинок плюс посередине у вас втулка. То есть у вас болт и, грубо говоря, пять подвижных деталей. На Ford Focus у вас также длинный болт, но у вас три подвижные детали. То есть у вас не разделена средняя резинка и у вас нет втулки. Именно поэтому ребята, которые катаются на пятикрузерах, считают, что стойки от Ford Focus намного надежнее. Поверим их словам, поставим, ну и, соответственно, проверим. Небольшой тюнинг взял Данкрат, приподнял поперечный стабилизатор. И теперь я с легкостью смогу закрутить нижнюю гайку. Видел, когда ребята ставят стабилизатор вверх ногами. Не знаю, я всегда ставлю стабилизатор, чтобы он закручивался снизу. Правильно это или нет, можете написать в комментариях. Закрутил болт и гайка на 13. Как только появится полсантиметра резьбы, можете смело заканчивать крутить. Лайфхак дня. Упираете ключ, но и спокойно можете все это дело затягивать. Я думаю, что все владельцы турб меня будут проклинать, потому что коллектор не так легко найти. Но все ради благого дела. Эта часть, точнее флянец, пойдет в Россию для того, чтобы его поставить на... Вы не ослышались, этот флянец послужит заготовкой для впускного коллектора на Dodge Neon SRT-4. Отправляю в Россию небезызвестному дяде Диме. Димон, как тебе огромный привет? Впускной коллектор на турбу мне бы ровным счетом все равно не пригодился. Они не так часто ломаются. Мне нужен только резервный движок. В Латвии этот коллектор я бы никому не продал, потому что все турбы я давным-давно скупил. Поэтому высылаем гуманитарный груз из Латвии в Россию. Ну и надеемся, что мы спасем один Neon SRT-4. День почтальона. Сегодня я высылаю полный боевой комплект от собака-шмота, кепка, майка и так далее. Также тут рядом лежит мною отпиленный флянец от турбы, который пойдет на SRT-4. Ну и огромная куча наклеек. Поэтому, ребята из России, те, кто бомбили меня по наклейкам, теперь бомбите Димона, потому что наклеек тут реально дофига. Я надеюсь, что он с радостью с вами поделится. Загрузил колеса. Ну а теперь, мягко говоря, о ценах. Триангл в размере 235 на 35 на 19 обошлись мне немногим больше, чем 200 евро. Но я конкретно сэкономил. Я взял новые колеса, но со старым дейт-кодом. То есть мои колеса ровно год провалялись где-то на складе, потому что сделаны они в конце 2020 года. Если сейчас я бы брал колеса с новым дейт-кодом, то каждое колесо обошлось бы мне примерно 70 евро. Подъезжаю к Юрчику. Если вы хотите качественно в Венспасе сделать колеса, то обязательно едьте к нему. Это ни в коем случае не реклама. Сейчас я оставлю свои покрышки. Чуть позже Валдес подвезет мои диски. Ну а вы уже мой новый летний сетап увидите в следующем ролике. А сегодня огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем мир!